Детское радио представляет К 75-летию атомной промышленности При поддержке госкорпорации Росатом Придумано в России Великие открытия и удивительные изобретения В программе для самых любознательных Придумано в России Жила-была девочка Маша, обычная девочка И вот однажды, в день рождения Родители подарили Маше телефон Обычный вроде бы телефон, как у всех Да вот только выяснилось, что есть в нем кое-что необычное Вернее, кое-кто необычный Меня зовут Всезнайкин И живу я тут, в Машином телефоне Кто такой Всезнайкин? Инопланетянин? Компьютерная программа? Телефонный домовой? Никто этого не знает Зато сам Всезнайкин знает все Придумано в России Привет, Маша Привет, Всезнайкин Что это ты, Маша, рисуешь? Это ракета Очень красивая ракета Вот бы отправиться на ней в космос Интересно, а как ракеты отрываются от Земли И взлетают так высоко к звездам? Ну, тут ничего сложного нет Ракете, чтобы отправиться в космос Нужен мощный двигатель И создает он реактивную тягу И как же работает эта твоя реактивная тяга? Сейчас объясню Помнишь, что произошло с твоим воздушным шариком Когда папа его надул, а завязать не успел? Помню Шарик выскочил из рук и стал летать по всей комнате Туда-сюда, а потом сдулся и повис на люстре Точно, так все и было Воздух давил на стенки шарика изнутри Ему там было тесно Как только этот воздух нашел выход То сразу же стал вырываться наружу Оставшийся воздух и направил шарик в полет Он же продолжал давить на стенки шарика Так работает принцип реактивной тяги У ракетного двигателя тоже есть отверстие И не одно Называются они сопла А вырывается из них огненное пламя Горячий-горячий газ После того, как внутри двигателя сжигается топливо Ракетная тяга отталкивает ракету от земли с огромной силой И уносит прямо в космос А почему ракета летит вверх, а не носит сюда-сюда, как шарик? А это потому, что ракетой, в отличие от шарика Мы можем управлять с помощью нашего двигателя А-а-а, точно Ну все Тогда осталось только собрать все свои игрушки И можно лететь Ох, Маша, совсем забыл тебе сказать В ракетах не так уж много места Как это? Не может быть! Я ведь большую ракету нарисовала Чтобы все игрушки влезли Да, Маша Только вот почти все место в твоей ракете Займут запасы топлива Ведь чтобы улететь в космос Его нужно очень и очень много Боюсь, для игрушек места не останется И что же делать? Надо срочно что-то придумать Не переживай, Маша Уже придумали Наши российские атомщики Они придумали ракетный ядерный двигатель Ядерный? А как он работает? От ядерного реактора Помнишь, как они устроены? Помню Внутри ядерных реакторов происходит ядерная реакция Там делятся атомы и получается очень много энергии Совершенно верно! С таким двигателем можно лететь к далеким планетам А как же этот двигатель ракету удвигает? Тепло, которое дает реактор Нагревает внутри двигателя газ Он становится таким горячим-горячим А потом раз! Вырывается из ракеты с огромной скоростью Создавая... Реактивную тягу? Совершенно верно! Тогда полетели! Домчит он нас до звезд далеких До загадочных планет Космос покорить он нам поможет С двигателем этим полетим Полетим, полетим, полетим Быстрей комет Топлива таким двигателем надо совсем немного Здорово! Значит в ракете освободится много места И люди смогут летать в космос Далеко-балеко Хоть на Марс И брать туда с собой что захотят А я тогда на своей картинке Еще дорисую игрушек С ядерным двигателем можно Здорово придумано! Придумано в России Продолжение следует Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!